Деньги, недвижимость, другое имущество, имущественные права и обязанности умершего, которое переходит его наследникам. Так уж принято в нашей стране, что редко кто составляет завещание и мало понимает, что именно оно может решить множество проблем в будущих, касаемо наследства. Вот если никакого завещания при жизни составлено не было, то процесс проходит намного иначе. Существует несколько очередей наследников, которые могут претендовать на то, что осталось от человека после его ухода из жизни. Вот чаще всего в процессе принимают участие наследники первой и второй очереди. Вот сегодня в нашей программе мы рассмотрим ситуации, в каких случаях полагается наследство, а в каких нет. С нотариусом города Самара Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы традиционно работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители. Телефоны периодически появляются на ваших экранах 202, 11, 22. Я их анонсирую. Дозванивайтесь к нам в студию, задавайте вопросы свои, если они у вас есть с наследством, с брачным договором, с завещанием. И Инна Борисовна Хайкина непременно на них ответит, как всегда, квалифицированно и подробно. Ну, а мы начинаем с вопросов от телезрителей, которые поступали к нам в течение недели. Инна Борисовна, ответьте, пожалуйста, вот первый вопрос таков. Мой отец скончался, оставил после себя завещание о том, что все имущество, в том числе квартиру, наследует его внебрачный сын. Моя мама состояла с моим отцом в законном браке на момент его гибели, а я являюсь его законной дочерью и еще несовершеннолетней. Сейчас мой сводный брат предъявляет претензии на владение квартиры и требует от нас большую сумму денег. В качестве выкупа за недвижимость можем ли мы с мамой оспорить завещание отца? Если завещание останется в силе, то на какую часть имущества сможем рассчитывать мы? Можно ли доказать, что отец на момент составления завещательного акта не был совсем в адекватном состоянии? Инга спрашивает вас. Вопрос понятен. Хотелось бы начать с того, что наследниками первой очереди являются дети, супруги, родители. И если бы даже не было завещания, то сын вашего отца, рожденный в браке, либо не в браке, имеет такое же право наследовать, как и вы его дочка. Отец изменил наследование по закону, составив завещание. Тем самым он несколько лишил доли вас, то есть дочери и супруги, и оставил, получается, все, как сказано в вопросе, все имущество оставил сыну. Учитывая, что вы являетесь несовершеннолетним ребенком, вы однозначно имеете право на обязательную долю в наследстве. И если супруга являлась в пенсионном возрасте, либо имела тоже инвалидность, она также будет иметь право на обязательную долю. Обязательная доля – это доля тех лиц, которых нельзя лишить наследство. Это несовершеннолетние дети, наследодатели, нетрудоспособный супруг и родители. Размер точной доли рассчитает нотариус, который будет вести производство по наследственному делу. Но вместе с тем, конечно, вы претендовать можете однозначно, потому что вы были на момент гибели отца несовершеннолетней. Относительно вопроса об оспаривании завещательного акта, завещания. Конечно, у нас любой человек имеет право обратиться за защитой из его законных интересов и прав, но вместе с тем, нотариальный документ имеет презумпцию неоспоримости. И если завещание было сделано в надлежащей форме, в письменной форме у нотариуса, и все формальности соблюдены, то, конечно, оспорить и признать такую сделку, эта сделка односторонне ничтожной, совсем невозможно. Если у вас какие-то есть доказательства того, что, возможно, отец в момент составления был несколько не в адекватном состоянии, либо, может быть, принимал какие-то психотропные таблетки, то, конечно, это только требует доказательства в суде. Но вместе с тем, нотариус, конечно, при удостоверении завещания подробно выясняет волю завещателя, выясняет дееспособность его путем беседы и, конечно, доподлинно узнает его желание. Спасибо большое, Инна Борисовна, за такой подробный ответ. Ну, а я призываю вас, уважаемые телезрители, дозваниваться к нам в прямой эфир программы «Территория права». 202-11-22. Телефоны работают. Если вдруг линия занята, дозванивайтесь. И ваш вопрос, если он касается завещания, наследства, доверенности, дарения, брачного договора, непременно попадет к нам в эфир программы «Территория права». Дозванивайтесь, пожалуйста. И следующий вопрос. Вот молодой человек хотел проконсультироваться. Дедушка оставил квартиру по завещанию. У дедушки есть жена, однако не моя бабушка, которая проживает в этой квартире. Я захотел оформить жилье в свою личную собственность, однако мой отец посчитал, что мне еще рано распоряжаться недвижимостью и решил оспорить завещание, предъяв претензии относительно того, что он, как сын покойного, тоже имеет право на жилье. Также через некоторое время претензии озвучила жена моего деда. Подскажите, являюсь ли я единственным наследником, может ли отец оспорить завещание, имеет ли право на жилье жена деда, в каком размере, на какую долю можно рассчитывать. Вот тоже несколько вопросов в одном. Илья Борисовна, давайте по порядку, да? Да, по порядку. Дедушка оставил завещание, в соответствии с которым он завещал квартиру. Учитывая, что есть супруга, несмотря на то, что она не ваша бабушка, она имеет статус пережившей супруги, прежде всего нужно выяснить вопрос о том, каким образом была приобретена эта квартира. Если она была приобретена в совместном браке возмездно на совместные деньги вашего дедушки и его супруги, значит, прежде всего нужно выделить долю в совместно нажитом имуществе и отдать бабушке половину. Ну, не бабушке, так скажем, а супруги, да, супруги вашего дедушки. Если не было факта возмездного приобретения, если не было никаких вложенных совместных денег, еще раз подчеркну, что это должна быть возмездная сделка, такая, например, как купля-продажа, либо мена, может быть, с доплатой, то речи, если не было такого факта возмездного приобретения, то речи о совместном нажитом имуществе быть не может. Относительно того, что ваш отец оспаривает это завещание, тоже можно сказать, что он имеет право претендовать на какую-то долю в том случае, если он является нетрудоспособным сыном наследодателя. Возможно, он уже достиг пенсионного возраста на момент смерти дедушки, и если он достиг пенсионного возраста, то он в данном случае претендует на наследство как обязательно наследник. В законодательстве вступили силу изменений, в соответствии с которыми пенсионный возраст для наследников обязательных остался прежний. Это 55-60 лет, и поэтому если ваш отец как мужчина был 60-летнего возраста, смотрится на момент смерти, не на момент оформления наследства, но он мог позже ему и даже могло исполниться быть, смотрится только на момент смерти, то, конечно, он может претендовать на свою обязательную долю. Рассчитать, опять же, доли, которые будут причитаться вам, супруге и вашему отцу в случае, если он являлся обязательно наследник, это может только нотариус, который ведет производство по делу. Но вместе с тем выдача свидетельства о праве наследства может быть приостановлена либо по решению суда. Если ваш папа будет оспаривать это завещание, то он может подать заявление нотариусу с просьбой не выдавать и приостановить выдачу. Тогда нотариус откладывает до решения дела с судом. Если такого решения не поступит в производство к нотариусу в наследственное дело, то оснований для приостановления выдачи свидетельства о праве наследства в нотариусе нет. Спасибо большое. 202-11-22, телефоны в студии, дозванивайтесь. Если вдруг линия занята, набирайте наш номер телефона вновь и задавайте свои вопросы. Ну и, конечно, периодически появляются телефоны из сайта нотариальной палаты Самарской области, где также вы можете узнать всю интересующую вас информацию касательно всех нотариальных дел, которые у нас производятся на территории Самарской области. Ну, а я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков в студии. Телефоны видите вы на экранах. Инна Борисовна, вот еще один такой вопрос интересный, касающийся дарения имущества. 57 лет и хотел бы подарить своему сыну земельный участок. Правда, есть небольшая проблема. Участок оформлен на меня и на мою бывшую жену. Вправе ли я подарить землю родственнику? Нужно ли согласие моей бывшей супруги? Подскажите, пожалуйста, какие документы для этого необходимы и нужна ли дальнейшая регистрация сделки? Нужно ли составлять договор в нотариальной конторе? И будет ли это достаточно для завершения сделки? Также интересно знать, облагается ли дарение? Пошлиный Виктор спрашивает вас. Инна Борисовна, я прошу прощения, у нас есть звонок. Мы не будем ждать, заставлять телезрителей ждать. Давайте ответим, а потом в порядке продолжим. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Есть наследник в первой очереди, на которого есть завещание? Отказывать от вступления в наследство? Какие действуют там правила? В следующую очередь наследник или кто? Спасибо. Спасибо и вам. Хотелось бы прежде всего прочитать завещание, потому что если составлено завещание на все имущество, то такой отказ быть не может. Если завещание составлено на часть имущества, то такой отказ может быть в пользу других лиц. Статья 1157 говорит, гражданского кодекса говорит о том, что отказаться можно от наследства по закону либо по завещанию в пользу любых лиц, призываемых к наследованию. Есть некоторые нюансы, которые указаны в статье 1158, поэтому хотелось бы прочитать то завещание, о котором вы говорите. Есть еще возможность непринятия наследства. Наследник, которому завещано имущество, он не принимает наследство, и тем самым это тоже отказ от наследства. Вместе с тем этот отказ распространяется абсолютно на всех, то есть не в определенную пользу, а абсолютно на всех. Если несколько лиц иных призваны к наследованию, то в данном случае доля не прирастется, а будет просто у всех пропорционально распространена. Можно внимательно смотреть завещание, просто как составлено. Да, то есть вы советуете все-таки прийти с завещанием и проконсультироваться? Да, конечно. Спасибо. Есть еще один звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я написала завещание на одного внука, а второй внук инвалид с детства, но он все время находится в пансионате. Имеет ли он тоже наследство или нет? Оттуда он уже никогда не выйдет, в то время в пансионате, в детском пансионате. Спасибо большое. Нужно продолжать общаться, Борис? Нет, я все поняла, да. То есть бабушка составила завещание в пользу внука одного, тем самым другого внука она лишила. В отношении внуков не действует правило об обязательной доле. Здесь нужно у вас уточнить вопрос, имеются ли ваш супруг, ваши дети, ну и родители, наверное, таковых уже нет. Поэтому речь должна идти не о другом внуке, а должна идти о родственниках, которые относятся к первой очереди наследования. Есть ли у вас супруг, есть ли у вас дети, которые могли бы претендовать на долю от завещания в пользу вашего внука. А второй внук нет, он не обязательно наследник. И даже если он имеет инвалидность по детству. Хорошо, спасибо большое. Ну и давайте приступим к вопросу по поводу дарения имущества. Виктор у нас спрашивает, да, он хотел бы подарить сыну земельный участок. Я так понимаю, что суть вопроса в том, что наживали этот земельный участок вместе с супругой, поэтому здесь возник факт совместного имущества. Вместе с тем при брак-разводном процессе, видимо, не делили это имущество. Поэтому либо сейчас нужно обратиться обязательно к нотариусу и сделать соглашение о разделе, совместно нажитого имущества, в соответствии с которым либо определить доли в этом имуществе, какую-то часть отдать одной супруге какую-то вам, либо разделить, может быть, имущество вам, земельный участок, а супруге что-то еще. Нужно просто вспомнить весь ваш спектр имущества, что есть. Сюда относятся все, и автомобили, и денежные вклады, и доли в обществе с ограниченной ответственностью. Если есть только земельный участок, значит, тоже есть выход из этой ситуации. Просто нужно непосредственно уже говорить с супругой, на что она претендует. Может быть, какие-то деньги у нее остались при расторжении брака. Если совсем бесспорная ситуация, бывают, в принципе, и такие случаи, и супруги бывшие не хотят никак вести речь о разделе, это фактически не раздел, можно взять от супруги согласие, от бывшей супруги согласие на распоряжение таким участком и на дарение именно вот такому гражданину. Согласие у нотариуса, братья? Согласие у нотариуса, да. Самый бесспорный вариант – это соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Супруги должны сами просто здесь выразить волю, что для них лучше. Но, естественно, желание и волю бывшей супруги спросить нужно однозначно. В противном случае и у нотариуса не пройдет такая сделка, и в простой письменной форме. А что значит спросить? Нужно присутствие супругов? Да, конечно, я имею в виду спросить, да. То есть прийти уже договорившись? В любом случае сделка по дарению земельного участка без согласия бывшей супруги, выраженной в каком-либо документе, она не пройдет. В любом случае, учитывая, что земельный участок был приобретен во время брака, поэтому мы спрашиваем либо согласие супруги, либо согласие бывшей супруги, либо посоветуем сделать раздел, в соответствии с которым этот земельный участок перейдет только супругу, и он уже, соответственно, подарит это внука. Значит, про согласие мы ответили. Еще вопрос, нужно ли оставлять договор в нотариальной конторе, то есть нотариальная форма, если земельный участок будет в результате соглашения о разделе совместно нажитого имущества оформлено только на вас, то этот договор не требует нотариальной формы. Если этот земельный участок будет в какой-то доле вам принадлежать в результате раздела, то отчуждение доли подлежит сейчас нотариальной форме. Ну и облагается ли дарение пошлиной? Это последний вопрос. Нотариальный тариф вы должны заплатить при удостоверении нотариального договора. Вы, наверное, спрашивали о налоге. Налог на недвижимое имущество между близкими и родственниками отменен, поэтому если вы дарите сыну, внуку и родителям, например, своим, то такого налога нет. Если это лицо, которое не близкий родственник в соответствии с семейным кодексом, тогда налог существует на дарение. Спасибо большое, Инна Борисовна. Ну а мы продолжаем прямой эфир программы «Территория права». Дозванивайтесь. Время в программе у нас еще есть. И у вас будет возможность задать свой вопрос относительно наследства или завещания. 202-11-22. Телефоны в студии. Инна Борисовна, следующий вопрос. Вот спрашивает телезритель. «Имею в собственности двухкомнатную квартиру, в которой прописан сын. Недавно сын женился. Хотим прописать и невестку. Какие документы следует не оформить, чтобы в настоящее время и в будущем, но после смерти, правами на квартиру владел исключительно сын, либо его дети, а не его супруга, но только в том случае, если их брак не сложится? Что прописать в завещании, либо в брачном договоре? Надо начать с того, что имеется в собственности квартира у родителей, то есть не у супруга. Здесь уже нет совместного имущества супруга. Ваша невестка, ваша сноха не может претендовать на эту квартиру никаким образом. Факт прописки – это административный акт, и если вы пропишете и дадите согласие на вселение в эту квартиру и на регистрацию постоянно по месту жительства вашей невестки, это никак не повлияет на владение, пользование вами этой квартирой. Если собственник вы, так вы будете собственником. Если вы хотели бы оформить какой-либо документ на случай смерти, то это только завещание, и завещание вы, конечно, сделаете в пользу вашего сына. В данном случае никакая супруга не имеет права претендовать на это имущество. И тем более дети, потому что здесь тоже спрашивают, либо будущие дети. Да. Но вместе с тем, как бы, должна вас предупредить о том, что в случае какой-то внезапной смерти, то владеть будут наследники уже сына. Это дети, супруги и родители. И только в том, в этом случае, в самом негативном, могут претендовать его дети и его супруга. А каким же образом будет претендовать супруга, если изначально эта квартира оформлена на родителей, Лене Борисовне? Она будет претендовать только в том случае, если при жизни, например, мама оформит не завещание, а, например, дарение, и какую-то дольку уже при жизни будет, или вся квартира оформлена на сына. Только в том случае. То есть если эта квартира будет оформлена либо по завещанию, либо по дарению на сына, то супруга уже после, ну да, если не дай бог, такая печальная ситуация сложится, будет владеть. И даже неважно то, что она изначально принадлежала родителям. Уже в наследство вступает супруга на наследство. Да, нужно просто смотреть, будет, кому принадлежит эта квартира. Если это завещание, и оно не вступит в силу, то нет, тогда супруга никак не может претендовать. Если это договор дарения, и она может оформить на своего сына, то в таком случае право собственности перейдет по наследству. По наследству. Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Прямой эфир программы «Территория права» 202.11.22. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемый телезритель, и задавайте свои вопросы. Ну а я напоминаю, что на них сегодня отвечает нотариус города Самар, Инна Борисовна Хайкина. Вот такой вопрос. Собственник квартиры умер, есть два наследника. Его сын и дочь, оба пенсионера. Квартира завещена дочери. На что в этом случае может претендовать сыну? То есть брат, спасибо за ответ. Сын может претендовать на 1 четвертую долю, потому что всего есть два наследника, и они бы унаследовали в 1 и 2 в случае отсутствия завещания. Так как завещание есть, то второй сын лишен наследства и может унаследовать только обязательную долю. Обязательная доля равна половине той доли, которую бы он получил при отсутствии завещания. Его доля составит 1 четвертую долю. Спасибо. И еще вопрос. Умерла жена, совместных детей у нас нет. У жены есть дочь, родной брат и мама. Во время брака мы купили квартиру, что принадлежит мне, а что ее дочери, брату и маме. Дочь и мама проживают отдельно. Зарегистрированы по этому адресу я и мой отец. Вот такая сложная многоходовка. Ответьте, пожалуйста, на Борис. Ну, прежде всего, нужно сказать, что у вашей, вот у супруги, лица, которая задает этот вопрос, есть дочь и мама. Родной брат в данном случае, это уже наследник другой очереди, это наследник у нас второй очереди. И он унаследует только в том случае, если бы не был наследник в первую очередь. Поэтому, так как наследник есть, то он не претендует, и претендует только дочка и мама. Во время брака купили квартиру. Это означает, что вместе приобрели. И нужно сказать, что как супруг, вы, лицо, кто задает вопрос, будете иметь право на половину. И только вторая половина будет разделена на дочку и маму. Но дочь, получается, не родная. Почему она будет претендовать на Борису? У жены есть дочка. Да. У жены. И ее дочка будет претендовать на ее имущество. На ее имущество, на ее половину. На ее половину дочи. Да. То есть одна половина будет отдана пережившему супругу, а вторая половина будет разделена. Но вот из вопроса не следует, было ли составлено завещание или нет. Видимо, завещания нет, поэтому речь идет о наследниках в первую очередь. Тогда супруг является, помимо того, что обладателем половины имущества, как пережившего, он еще будет претендовать на долю как наследник в первую очередь, потому что это дети, супруги, родители. И получается, мама, супруг и дочка получат все в одной третий от одной второй доли, в одной шестой доли. Очень даже более чем понятно. Спасибо. Есть еще время, дозванивайтесь. И задаю следующий вопрос от телезрителя. Вот тетя завещала свою квартиру племяннице, а детей у нее нет. Из ближайших родственников осталась родная сестра. Она хочет оспорить завещание. Какие шансы у нее есть оспорить завещание? Значит, тетя завещала квартиру племяннице. Ну, здесь, конечно, сработал принцип свободы завещания, и тетя могла завещать свою квартиру кому угодно, родственнику, неродственнику, в любой доле, вне зависимости от воли других третьих лиц. Поэтому племянница, неважно того факта, что не было у нее своих детей, не было никаких ближайших родственников, составив завещание, и тетя просто лишила всех остальных наследников права претендовать на ее имущество. Родная сестра, если она хочет оспорить завещание, то в данном случае, конечно, право такое есть, но не факт, что, конечно, это ввенчается каким-то успехом, потому что я поняла, что завещание сделано было в нотариальной форме, и, опять же, существует презумпция достоверности такого нотариального акта. Инна Борисовна, вот очень много задают вопрос по поводу оспаривания завещания. Скажите, пожалуйста, ну вот в первую очередь, когда человек собирается оспаривать завещание, ну, неважно, какое он родственник, какого родства, скажите, пожалуйста, он в первую очередь обращается к нотариусу, спрашивает вообще, возможно ли это оформить, либо сразу он идет в суд, и уже там адвокаты, я не знаю, суди как-то вот решают судьбу завещания. Я имею в виду, что можно ли узнать вот судьбу судебного решения заранее, не тратясь на различные издержки, либо это только в процессе. Да, конечно, в процессе, и каждый, конечно, судебный процесс, он уникальный, и каждое судопроизводство единично в своем варианте, у кого-то есть какие-то особенности, может быть, были со здоровьем, может быть, с восприятием, еще что-то, но, конечно, мы к каждому завещателю и каждому, в принципе, заявителю относимся наиболее строго, в хорошем смысле этого слова, и, конечно, всегда составляем проект, даем подумать, разъясняем, выясняем всех наследников иных очередей, проговариваем, естественно, все вслух, что тем самым идет лишение других наследников. Очень часто существует практика, когда действительно граждане собственноручным текстом обращаются к нотариусу, говорят о том, что вот непосредственно этот текст завещания хотели бы удостоверить и оставить его на момент смерти. Это очень помогает в защите воли завещателя, потому что суд сразу видит собственноручный почерк. Собственноручный почерк, которым от руки написано, да. Вот в моей практике я использую проекты завещания, то есть гражданин обращается к нам с заявлением устным или письменным, ну, в данном случае с письменным, проверить, составить завещание таким образом. И, возможно, всех тех нюансов не будет там указано, которые мы указываем в своем тексте завещания, о разъяснении 1149 статьи, о выяснении того факта, было ли иное завещание составлено ранее. Но самая основная суть о том, в каких долях он завещает, кому завещает, с полностью указанием фамилий, имя, отчество, родства, даты рождения, размеры доли, это очень помогает. И, конечно, если кто-то из завещателей сейчас собирается составить такое завещание, я бы настоятельно посоветовала именно оставлять проект такого завещания, которое написано, собственно, ручным почерком. Это очень помогает в защите воли. Но, конечно, статистика сведена к минимуму о спаривании таких завещаний, признание их недействительным, которое удостоверено нотариально, потому что до уже момента удостоверения идет просто большая работа, проделанная нотариусом как независимым арбитром, потому что совершенно мы не знаем ни тех заявителей, которые к нам придут, ни тех лиц. Мы не заинтересованы. Абсолютно, да. Стране, о которых мы имеем в виду. Инна Борисовна, разъясните, пожалуйста, а в чем разница завещания, написанного от руки, и завещания, составленного в электронном виде? Ведь и тот, и тот экземпляр заверяете вы, нотариуса. Да, конечно, просто почерк больше в рукописном варианте. Если вдруг кто-то будет оспаривать почерковеческой экспертизой, и будет придерживаться, хотя и по фамилии, имя, отчество, которое у нас написано три раза в нашем экземпляре, в экземпляре стороны и в реестре регистрации нотариальных действий, всегда тоже проходит без вопросов. То есть вы хотите сказать, что завещание составлено от руки, а оспариванию может подлежать меньше, чем удостоверение состава электронного? Да, конечно, сейчас меньше лиц, которые хотят видеть такой документ. Они, возможно, приходят с таким документом к нотариусу, но, конечно, они просто это делают, чтобы нам помочь составить проект. Но я вот в своей практике оставляю такие проекты у себя, чтобы потом, если будет какой-то вопрос, подтвердить именно, что гражданин мало того, что устно изъявил такую волю, но еще и письменно. Ну, это, конечно, это не каждое второе завещание, но иногда в самых таких вот каких-то редких ситуациях, когда идет речь о наследовании, может быть, совсем дальними родственниками, при наличии близких родственников. Спасибо. Возьмем звонок. Около говорите, мы слушаем вас. Пожалуйста, покороче. Здравствуйте. 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 Бабушка сделала завещание на той звоночке. А у бабушки еще есть родная дочь и родной сын. Дочь неработающий пенсионер по возрасту. Есть что-нибудь, перепадет? А сын? А сын? Ну и сын тоже пенсионер. Сын и пенсионер. А боль, может, что-нибудь будет? Да, и сыну и дочери, в случае, если они были на момент смерти бабушки, насколько я поняла, да, пенсионерами, то им будет прочитаться обязательная доля. Об этом нужно просто заявить и подать заявление о принятии наследства, в том числе о принятии обязательной доли. Нужно обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. И сын и дочь будут иметь право наследования, в том случае, если они были пенсионерами, как вы сказали, по возрасту на день смерти. Ну и не нужно забывать, наверное, о сроках, Инна Борисовна, да? В течение шести месяцев со дня смерти нужно заявить о своем желании принять наследство. Получить сельство о праве наследства могут наследники в любое время, по истечении шестимесячного срока, хоть через год, через два, в любое время. Никто к этому не может понудить и никто не может обязать. Принятое наследство признается принадлежащим гражданину с момента смерти, а не с момента оформления наследства в бумажном виде. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Благодарю, Инна Борисовна, за, как всегда, компетентные, профессиональные, такие подробные ответы. Спасибо всем участникам нашей программы. Следите за нашими анонсами. Следующая программа выйдет 21 октября. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова